Друзья, всем привет! Кроме ковки, я очень люблю заниматься восстановлением старинных инструментов. И сегодня у нас вот такой вот топорик. Предположительно, это колун, ему где-то лет 300. Если кто-то из вас знает, что это за топор, напишите в комментариях. Тем временем мы приступим к его реставрации. Приятного просмотра! Сначала я хочу его выпрямить, так как пролушина смещена относительно полотна немного в сторону. И заодно отбить от него грязь и ржавчину. Дисклеймера. Дисклеймер. Дисклеймер. Готово. Субтитры сделал DimaTorzok Я решил немного облагородить форму и заодно протравить, чтобы в торцах увидеть строение топора и понять технологию его изготовления. Субтитры сделал DimaTorzok Топор оказался сварной и я решил полностью его зачистить, чтобы показать его строение. Ну а спонсором данного выпуска является компания Printino. У Printino очень удобный и понятный сайт. Тут вы можете заказать именную одежду, значки и кружки, футболки, кепки и многое другое. Здесь можно создать свой дизайн, загрузив фотки или картинки или сделать прикольную надпись. Также вы можете использовать готовые дизайны от Printino. Есть возможность выбора цветов и размеров. Ну а по моим ссылкам вы получите 15% скидочку. Я и сам заказал у них футболочку моей любимой группы. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, зачистил его от ржавчины, теперь его нужно закалить. Калить буду в воде. Обух остался горячим, оставлю его так на самоотпуск. Полирую его наждачными кругами от 120 до 1000 грит. Субтитры сделал DimaTorzok Протравлю в растворе азотной кислоты. Жалко не оказалось под рукой большей емкости, пришлось травить частями. Топорище я буду делать из ясеня. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Перед забиванием клина я промазал его клеем. Субтитры сделал DimaTorzok Циклей довожу рукоять до идеала. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, испытаем нашего старичка на старом сухом клёне. Все-таки в процессе работы над этим топором я пришел к выводу, что он валочный. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Добавил субтитры сделал DimaTorzok И основаны углеродистой стали. Хочется отметить, что мастер, который его ковал, был асом в кузнечном деле. Такие работы вызывают глубочайшее уважение и служат примером для современных мастеров. Ну а если вам понравилось, поставьте лайк и поддержите меня подпиской, если еще не подписаны. Также загляните в нашу группу ВКонтакте, на наш лайв канал и в мой инстаграм. Все ссылочки в описании. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok